Добрый вечер, дорогие друзья! Это Владимир Ларин, или, как большая часть вас знает, как упоротого киевлянина. Сегодня я выступляю со своим последним обращением, записанным именно для Пацан ТВ, с обращением упоротого киевлянина. Давайте назовем это «Прощание с упоротым киевлянином». Как по вашим многочисленным просьбам мы видим, я в своем родном городе. Сзади меня Майдан, тем, которым все так меня очень хорошо пугали. Я нахожусь здесь, я нахожусь в Киеве, я не снимаю это в Австрии, я не снимаю свои видео в России, я снимаю их в своем родном городе. Что хотелось бы сказать прежде всего? Мне очень жаль, что нас искусственно разделили на визапном и живые ценности, разделив народ на колорадов и разделив народ на бандеровцев. В принципе, довольно дружный украинский народ, который всегда дружил, который жил радостно, праздновал праздники, пел песни, пил, гулял от всей славянской души. Между нами не было никаких конфликтов. Пришел Майдан. Майдан 2013-2014. Что мы получили в итоге? Стравленных друг на друга людей, причем в незамисимости от того, живут они на западе или на востоке, потому что сейчас точки зрения есть абсолютно разные. Что же случилось? Многие говорят о зомби, многие говорят о пропаганде. Да, к сожалению, здесь украинский народ пал жертвами пропаганды. К сожалению, это правда. И пропаганда эта была далеко не пророссийская, эта пропаганда не была путинская. Искусственный сценарий цветной революции, который был воплощен в Украине, его главнейшую роль играла непосредственно информационная война. Страны бывшего Советского Союза, к сожалению, со своим развитием отставали в познании новых технологий. И до последних пор никто не ставил... И до последних пор никто не придавал настоящего значения социальным сетям и интернету. И, к сожалению, народ развели, народу навязали мнение бандеровцев или мнение колорадов именно информационными технологиями. Это были страницы в соцсетях, которые диктовали человеку то, что ему нужно думать. Теперь давайте посмотрим на телевидение. Что же произошло? Были созданы мелкие каналы общественные с разными названиями, как Громадское ТВ или Спильно ТВ, которые изначально представляли собой просто съемную квартиру с компьютером и молодых студентов, журналистов, которые бегали с камерой, подключенной к интернету, и транслировали. И транслировали подкаст, то, что происходит. Серьезные украинские каналы, каналы Петра Порошенко, большей частью это был пятый, это был новостной канал НТН. Весь контент брали у этих журналистов. Никто из основных сотрудников компании не подставлял себя, не рисковал. И этот контент был показан украинскому народу. В ответ на то, когда на каналах ОРТ или на РТР стали появляться российские новости, их, естественно, стали обзывать лживыми. Но как быть по-другому? Если человеку говорят, если он видит сам своими глазами события и слышит, что Вася нападает на Петю, он видит четкую картинку, он будет верить только ей, любую информацию, которая получена после первой информации, он будет ее считать ложью. И исключительно ложью. Именно это и произошло с большинством граждан Украины. К сожалению, люди утратили возможность к самоанализу, к анализу, к аналитике событий, которые происходят. Нельзя смотреть и доверять полностью одному мнению. Да, есть парароссийская пропаганда, она, естественно, есть. Но в Украине ее минимум. И даже несмотря на первые, на российские общественные каналы, которые транслировались в Украине, это не повлияло. Это так, как повлияли каналы Петра Порошенко. Народ разделили искусственно. Хорошим примером влияния новых технологий на людей есть даже видео обращению породного киевлянина. Мы изначально сняли его в полной трэш-манере, чтобы люди видели перед собой персонажа, который одна часть граждан Украины может назвать быдлом, обвинить его в том, что он находится под действием алкоголя или под действием наркотиков, при этом который выражается нецензурной бранью, и при этом который что-то говорит. Первое видео из серии обращения породного киевлянина в данный момент имеет уже более миллиона просмотров. Это как сторонники Майдана, это так сторонники и лагеря антимайдана. Что можно сказать этим? Что обычным видео, снятым на обычный мобильный телефон, который есть в кармане у каждого, можно менять мнение большинства людей. Мое видео, где я в роли быдла, да, вот как вы там говорите, да он же быдло, он же там убород, и вы видите, я с вами говорю сейчас абсолютно адекватно, без матьяков, потому что вы понимаете, что такая игра. В своем видео я показал, как с вами играли те же самые каналы. Вы никогда не задумывались, почему, когда появился Майдан, появились какие-то искусственные службы? Вместо милиции это была самооборона Майдана, вместо здравоохранения это появились медики Майдана, почему появились вот эти вот независимые СМИ, когда у нас были основные каналы. Даже армия сейчас, которая действует на Донбассе, почему-то называется либо же национальной гвардией, либо же батальонами олигархов. То есть мы, как видим, ничего настоящего не происходило. Все это было искусственно, и вся эта революция игра. За что же гибли люди? За что погибла небесная сотня? Для того, чтобы привести к власти Петра Парашенко? За это гибли люди. В начале Майдана висит хорошая запись. Война дворцам, мир хатам. Ну и что же мы получили в итоге? Поставили новый олигархический клан? Наверное, это не то, за что страдали люди. Где же обещанная свобода? Почему не может быть национализма, не привязанного к Америке, не привязанного к Евросоюзу? Почему не может быть чистого украинского патриотизма? Без привлечения третьих стран, которые нам сейчас действительно нужны. Дорогие друзья, украинское правительство сегодняшнее полностью пытает уничтожить такое понятие, как оппозиция. Нельзя всех людей, которые мыслят иначе в плане политики, называть колорадами или сепаратистами. Я не призываю страну к расколу и присоединению ее части к другим государствам. Я выхожу в новую оппозицию, в оппозицию украинского правительства. Я приглашаю всех единомышленников посещать мою страницу, разрабатывать совместные действия. И единственный выбор каждого гражданина Украины сегодня, который хочет сделать что-то лучше для своей страны, который хочет что-то сделать для украинского общества, это создание новой, здоровой украинской оппозиции. Нам не нужны смерти наших братьев и сестер. Запомните, граждане, что у вас есть право на свободу политического мнения. Поэтому только новые общественные организации и политические партии смогут навести в стране порядок и смогут принести в страну любовь, добро и процветание. Все, дорогие друзья, это был Арен Киев. Пока!